Меня вдохновляет всё, всё красивое, красота, она как бы, это не оригинально, но она вокруг. Везде и во всём видит Татьяна Петровна красоту и изящество. И даже свой стиль она определяет как романтический реализм, а творческая кредо как мудрое легкомыслие. Натюрморды, автопортреты, зарисовки, она осваивает всё новые и новые темы, мотивы и художественные приёмы вологодских пейзажей. Пейзаж я долго не писала, потому что боялась испортить впечатление от природы. Там же тайна есть, которая не всем даётся. А стали ездить на пленэр с 2000 года от Союза художников и вот стала писать пейзажи. Там у меня Великий Устик, Тотьма. И теперь это постоянный мотив её творчества. В своих натурных зарисовках она пытается передать всю красоту русского севера. Кстати, родилась Татьяна Горелышева недалеко от Одессы, но считает себя волокжанкой. Знает и любит Вологду, ведь живёт здесь с самого детства. Пойдя по стопам матери Татьяна Петровна, как утверждает, рисует ещё с двух лет. И имея практически десятилетний стаж, она решила нарисовать вот такой автопортрет. Выполнена карандашом, прослеживается весеннее настроение, улыбка. И это одна из первых работ художницы. Теперь Татьяна Горелышева постоянный участник региональных, областных и городских коллективных и персональных выставок. Работы художницы есть в частных коллекциях по всему миру. И, как отмечают эксперты, в каждом её произведении присутствует необыкновенная, особая, поэтическая атмосфера. Вообще, цветы, которые она пишет, натюрморты, они дают ей возможность работать с цветом, работать с рефлексами, работать со светом и тенью, да, и с колоритом. Это такое достаточно сложное дело. И очень много она пишет сирень. Художница сама признаётся. Очень любит изображать сирень и особенно вечером. Часто в отблесках росы или дождя. И очень часто идеи приходят неожиданно. И как тут, так увидишь, и всё, уже запало тебе, ты уже от этого никуда не денешься. Надо нарисовать, написать, там, воплотить всё это. Лучшие живописные и графические работы из фондов картинной галереи и творческой мастерской Татьяны Горелышевой все желающие смогут оценить в Шаламовском доме на Орлова, 15. Выставка будет работать вплоть до конца апреля. Андрей Ростов, Николай Замараев, Новости Вологды.